О намерении подать иск на медиков за смерть полугодовалого азоматика Гульшат Бегтимирова заявила суду спокойно и без лишних слов. Понесенный моральный ущерб мать оценила в 3 миллиона рублей. Для меня это очень тяжело. Я всю ночь, каждую ночь не могу уснуть. Постоянно думаю об этом, постоянно думаю, что врачи могли помочь. Здесь время все играло большую роль. Представители Балтасинской ЦРБ свою вину не признали. По их словам, поставить малышу диагноз «менингит» в течение двух с половиной часов они не смогли из-за нехватки оборудования. А значит, причины следственной связи между их действиями и смертью ребенка нет. Да и малыш заболел гораздо раньше. Вон нам из-за ребенка болен со 2 января. Была рвота, которую родители связали с треной. Тонтогама, стул последний раз 2 января. 5 числа у него вечером началась сильная рвота. Не стали говорить врачи о том, почему в Балтасях 40 минут скорая искала бензин и медсестру для сопровождения ребенка в Казань. В ДРКБ младенца привезли ближе к 2 часам ночи, уже без сознания. Дыхание было аритмичное, теофрагма типа тахикардия, 208 в минуту. Путь не появлялся. Это практически ребенок поступил уже в клинической смерти. Получалось, что и вины казанских врачей, около часа пытавшихся вернуть азамата к жизни, тоже нет. К тому же следствие не закончилось, не сделали свои выводы и судмедэксперты. Органы предварительного расследования должны определить как обстоятельства гибели ребенка, так и лицо, по чьей невнимательности, преступной халатности или по каким-то иным действиям, бездействиям наступили такие последствия. По мнению прокуратуры, следствие и проведение экспертизы могут затянуться не на один месяц. Поэтому суд решил отложить рассмотрение иска. Мать умершего мальчика намерена обжаловать решение в Верховном суде Татарстана. Она боится, что поиски виновных могут затянуться на годы. Елена Горбунчикова, Роман Фенин, Телеканал Эфир.